Всем привет! Вы на канале Растяжка с Кутузовой и у меня вот так вот все необычно. Сегодня я с вами хочу позаниматься офисной зарядкой. Очень много девчонок мне пишет о том, что у них 8-часовой рабочий день, у некоторых и 12-часовой, и что они очень хотят что-то, чтобы это было на офисном месте, это можно было сделать быстро. Поэтому эта зарядка не займет много времени, но при этом она мобилизирует ваш позвоночный столб. И мы неплохо поработаем с вами с передней и задней поверхностью бедра и стопами. При этом немножечко задействуем тазобедренные суставы, но совсем чуть-чуть. Итак, мы с вами садимся на стул, он у меня немножечко высоковат, но представим, что мы вот так вот сидим. И мы начинаем с вами сначала скругляться. Мы вытягиваемся вверх и потом на выдохе опускаемся. Глубокий вдох, лопатки собрать, и на выдохе снова скруглились. И мы так делаем еще с вами 4 раза. Зафиксировали лопатки, и мы сейчас будем убирать руки назад и выводить вперед. Наша задача держать плечо в суставе. Если вы выдвигаете лопатки, то вы сутулитесь. Постарайтесь собрать лопатки, вытянуться макушкой вверх и работать только грудными мышцами, да? В трапеции и растягивать грудные мышцы. Раз. Руки короткие. Два. Фиксация. Убираем руки назад и захватываемся за спинку, либо за низ, кто до чего дотягивается, и немножечко наклоняемся вперед. Наша задача лопатки сдерживать, а живот тащить к бедрам. Раз. И зафиксировались 8. Раз. Два. При этом не запрокидывайте голову, голова тянется темечком вверх-вперед, то есть у нас позвоночник в продолжении, никуда не загибается шейный отдел. И мы остаемся в таком же натяжении и начинаем работать шеей. Вниз. До натяжения верхней доли трапеции. И наверх вытягиваем. Не запрокидываем. Только вниз. И наверх. Еще. Еще. Зафиксировали подбородок у груди и держим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И расслабились 8. Теперь вам надо сесть удобно, так чтобы вы, может быть, спинкой облокачивались на спинку вашего стула, если он правильный, да, в физиологичной форме. Вот такой вот. И мы сейчас будем с вами разгибать ногу. Задействовать переднюю поверхность бедра – это очень важно для укрепления наших коленных связок. И также растяжение задней линии методом эксцентрики. То есть, когда у нас одна мышца сокращается, а вторая растягивается. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Фиксация. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Меняем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Отлично. Восемь. Теперь, если у вас стул высокий, надо немножечко наоборот съехать. И мы будем перекатывать стопу на пятку и вырастать на пальцы. Ваша опора должна находиться на большом и среднем пальце. Не сваливаться на мизинец. То есть, вы мышцами держите, фиксируете свой голеностоп. Фиксируете также спину и начинаем мягко вдавливать пятку в пол. Можно немножко отрывать пальцы. И также перекатываем обратно. Это движение должно быть с нажимом. То есть, вы должны ощущать, как у вас плотно прилегает стопа к полу. И еще три раза. Зафиксировали стопы. И теперь мы с вами будем вытягиваться на пальчики. Вы можете съехать так, чтобы вы еле-еле касались и натягивали себя мышцами. А можете наоборот, чуть-чуть даже продавливать. То есть, это все от индивидуальных особенностей. Если ваш голеностоп достаточно плотный, упругий. И вы хорошо владеете стопой. И можете контролировать загибание пальцев. То вы можете остаться и прям загибать пальцы. Если же нет, то вы вытягиваете мышцами, да, сводом стопы. И мягко опускаете. Поехали. И теперь мы по одной ноге стараемся подогнуть пальцы и вернуть в исходное положение. Другую и вернуть в исходное. Наша задача, чтобы это было давление мягким, но при этом достаточно хорошим, чтобы у вас мышцы привыкали. Потому что пальцы тоже могут двигаться. И не только в обратную сторону, да. Мягко надавливая, но при этом надавливая. Замечательно. Итак, мы переходим с вами к грудному отделу. Стопы у нас отдыхают. Мы с вами хватаемся за колено, либо за бедро. Руку, в данном случае мою левую, выводим вперед. И будем сейчас уводить ее за спинку. И обратно возвращать вперед. Поехали четыре раза. Раз. Вы можете прям потянуться к грудным отделам. И вернуться. Главная наша задача, это сделать движением таким тягучим. А не как у робота, да. То есть не оп-оп-оп, а именно плавным движением. Чувствуете, как у вас вытягивается все по спирали, скручивается грудной и поясничный отдел. И у нас последний раз, и мы зафиксируемся. Мы зафиксируемся этой рукой. Вы можете зафиксироваться так, если у вас высокая спинка, то на прямой руке. И мы будем поднимать вторую руку наверх, уже работая в активной гибкости, да, в активной фазе. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Потягушечки вверх. Семь. Восемь. Смена движения. У нас левая рука за голень, либо за бедро, либо колено. Правая рука работает. Раз. Потягушки. Хороший разворот. И обратно. Вдох глубокий. И выдох. Вдох. Замечательно. Вдох. Вдох. И раз. И зафиксировались. Приготовили левую руку. Подъем наверх. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Разворачиваемся с вами в боковое, вот в такое положение. У нас одна нога будет сбоку стула, рука должна держаться. И мы сейчас будем делать наклоны вдоль нашего стула по голени. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Зафиксировались руку в голень, либо в колено. Второй рукой дорабатываем пять. Но здесь уже нет наклона. Есть вытяжение шесть. То есть при подъеме руки вы должны чувствовать натяжение от поясницы, то есть от талии до подмышечки. По боку. И последний раз. Замечательно. Меняем положение. Устраиваемся поудобнее и начинаем работать вниз. Раз. Фиксация в колено, либо в голень. И подъем руки. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошее вытяжение. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. И теперь мы с вами немножечко наклонимся, сядем на край стула и наклонимся вперед. Мы должны почувствовать, если у вас есть во что упереть стул, шипон не ехал, в стол, допустим, можете это сделать. Мы должны наклониться вниз и почувствовать растяжение по всей линии бедра. Это будет достаточно пассивно. Поехали. Раз. Два. Ровным тазом, да, не круглой спиной, мы не гнемся круглой спиной. Мы садимся прямо вот скатываясь на сядалищные бугры вперед и начинаем движение вниз. И мягко выходим из этого положения восемь. Встаем, отходим и наклоняемся на стул. И теперь нам надо немножечко поработать тазобедренными суставами. Мы с вами уходим в сторону и накрест, да. То есть мы делаем движение с наклоном корпуса, чтобы у нас таз был немножечко в сгибании, да. И здесь мы будем работать отведение и приведение. Вскрестно и скрестно. Давайте я покажу без стула, вы опираетесь на стул. Поехали. В сторону. Вскрестно. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Приставили другая. В сторону. И накрест. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Приставили восемь. Замечательно. Но на этом наша зарядка как раз таки и заканчивается. Я всем желаю хорошего рабочего дня. Либо если вы уже закончили работать, то хорошего вечера. Эту зарядку отлично делать в середине рабочего дня и в конце рабочего дня. Если у вас нет времени на полноценную тренировку, это то, что вам нужно. Немножечко времени, немножечко концентрации внимания. И ваш позвоночник будет благодарен. Потому что всегда мы сидим, к сожалению, скрученные на крестцовом отделе. Я была рада видеть на своем канале. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Мне это очень приятно. И если у вас есть какие-то запросы на следующее видео, я обязательно все выслушаю, прочитаю и обязательно запишу. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok